Привет, я Роберт Винокуров, и я профессиональный шеф-повар. Всю жизнь готовлю еду и делаю это очень хорошо. Иногда в своей работе я использую всякие разные гаджеты кулинарные. Вот, иногда они мне помогают, иногда я не хочу их больше никогда в руки брать. Специально для вас я их буду изучать, тестировать и показывать, надо оно вам или не надо. Будем освобождать вашу кухню от захламления и помогать вам в кулинарном труде. Ребята, в руках у меня очередной девайс, на что это похоже, а ни на что это не похоже. Потому что это уникальный предмет, называется эта вещь дуршлаг-насадка ситоклип. Давайте будем посмотреть, что у нас здесь внутри. Сразу бросается в глаза то, что слегка деформировалось при перевозке. Это у нас предмет. Так, дуршлаг-насадка К53. Дуршлаг-насадка ситоклип. Материал силикон и металл. Металл где у нас здесь? Ага, металл у нас здесь в прищепочках. Так, значит, ознакомимся. Прикрепите дуршлаг-насадку ситоклип на бортик посуды при помощи встроенных прищепок, таким образом, чтобы сито находилось внутри кастрюли. Подходит для слива макарон, бульонов, промывания овощей, фруктов и зелени. Все понятно. Давайте посмотрим на нее вблизи. Что же это у нас за предмет такой удивительный ситоклип? Как, знаете, мозгодрык, ситоклип и много других прикольных названий. Посмотрим, как это работает. Значит, ставим это внутрь и прищепываем прищепочками. Так, ну, в целом, прищемить получилось. Так, достаточно плотно встает у нас эта штучка. Ну, и предполагается, что эта штучка будет у нас удерживать продукты. Так, производитель нам сообщает, что этот уникальный ситоклип можно надеть на любую посуду. Попробуем. Маленький сотейничек. Запихиваем. Тут, конечно, надо наловчиться эти пружинки сжимать. Ну, знаете, вот прямо я вот сейчас так надеваю, и очень надежно эта штука сидит. Прямо вот понимаю, что она не оторвется вот совсем случайно. Даже приходится вот ее подергать слегка. Ну, вот с небольшим усилием ее можно оторвать. Ладно. Так, тут вот подсложнее задачка будет, потому что у этой кастрюли верхний край отгибается сильнее. Так что, может быть, будут проблемы с этим. Давайте попробуем полностью все испытать. Так, ну вот здесь вот уже ничего не получается. А, как говорил один мой хороший учитель, если у тебя получается плохо, перестань делать. Вероятно, это не лучшая штука, но кое-как держится, кое-как плохо держится. Вот к этой кастрюле это явно не подходит. Предмет у нас, значит, нужны кастрюльки с более-менее ровным бортиком. Так, кастрюлька. Значит, закладываем мы сюда картофель и как будто варим. Заварили его, вот так, залили водичкой. Значит, картошечку мы ее проверили, там, любым удобным нам способом. И нам нужно ее слить. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, ну смотрите-ка. Тут, правда, всего три картошки, но если аккуратно это делать, то удается полностью перевернуть кастрюльку, и вся вода вытекла без остатка. Классно. С картошкой дуршлаг справился великолепно. Так, все. Картошка, отдыхай. Теперь возьмем и промоем виноград. Ну, оторвем несколько ягод, чтобы были испытания у нас похожи на реальность. Опять же, заливаем его водичкой. Кстати, не надо обязательно, конечно, промывать виноград картофельной водой. И опять закрепляем это сито. Пока вот выглядит крепко, но не очень. Так, ну все то же самое. Постояло у нас тут, как будто бы что-то там приготовилось. Так, ну и опять же, сито справляется это. Дуршлаг, почему-то ситом хочу его назвать. Помимо картошки и всяких разных кусков винограда, нам иногда требуется промыть с вами крупу. Возьмем обычный рис. Так, зальем его водичкой. Так. Нам нужно, опять же, попытаться его пролить. Посмотрим, будет ли рис просыпаться сквозь эти отверстия или не будет. Ну класс, класс. Прям вот ни одной рисеньки не упало. Соответственно, рис у нас сейчас сырой и он меньше по размеру. А когда мы его отварим, он будет крупнее и не будет просыпаться. Вот. Если говорить про какую-то мелкую крупу типа пшенки или кенуа, то же самое, то, наверное, там немножко он будет выходить, потому что отверстия достаточно крупные. Этот девайс мне прям нравится. Ситоклип. Звучит прикольно. Хотя дуршлагом это, наверное, даже не назовешь. Справляется легко с такими продуктами, как крупные картофельные какие-то, с виноградом хорошо справился, с рисом справился замечательно. Несмотря на весь мой скепсис, который я испытывал к моменту, когда в упаковке его видел, сейчас я понимаю, что вещь прикольная. Мой уровень отношения к нему примерно такой. Процентов 70 за то, чтобы эту вещь приобрести себе домой. Потому что это реально прикольная штука. Такие дела, друзья. Ситоклип вы люди. Ситоклип в массы. Всем ситоклип. Ура, ура, ура. Очередная штука у меня в руках. Что это? Это терка. Терка непростая. Терка, представляющая из себя некий резервуар, в который собираются натертые части продуктов. Очень странно я ее представил. Но, однако же, она как раз то, о чем я говорю. Что упакована достаточно хорошо, надежно в коробочку. Крепкая коробочка. Вероятно, для того, чтобы сохранить целостность пластика. Так, пластик остался внутри. Друзья, что мы видим? Мы видим небольшую терочку, которая похожа, наверное, больше всего на фонарик. Что мы здесь видим? Мы видим пластиковую емкость, в которую собирается, очевидно, натертый нами продукт. У нас здесь несколько отверстий. Большое отделение и маленькое. Возьмем образцы. Давайте начнем с шоколада. Чтобы было чисто, я ставлю на тарелочку. И попробую натереть некоторое количество шоколада в эту терку. Совсем небольшая часть продукта просыпается за пределы терки. Хорошо, что я как раз взял тарелочку. На ней видно, какие потери мы принесем. Так, шоколад натерся. Аккуратно я ее стряхиваю. Ну, попробуем посыпать его теперь куда-нибудь. Великолепно сыпется. Все здорово. Значит, теперь мы берем сыр и начинаем тереть сыр. Слушайте, трет, трет. Так, прикольно, кстати, сочетается ароматика пармезана с ароматикой шоколада. Интересная история. Так, ну вот через маленькие отверстия сыр гораздо хуже просыпается. Но и его нужно обычно больше, чем шоколада, поэтому можно представить себе, что мы прям вот так вот его сверху на какую-нибудь пасту насыпаем. Удаляем излишки. Так, мускатный орех. Что это такое? Это такая яркая специя, которую хорошо добавлять в мясные блюда, в такие тяжелые. Она бодрит. И, кстати, он в малых количествах полезен для нашего кровообращения, для работы сердца. Мускат насыпается хорошо. Ну, все, тут классно. Очень мелкий. Его легко будет использовать в кулинарии. Он не помешает, не попадется крупным кусочком на зуб и будет прекрасно. Так, ну и теперь попробую натереть корицу. Так. А знаете, какая моя самая нелюбимая специя до этого дня была? Правильно, корица. Ну вот сейчас, когда только что я ее потер, я реально понимаю, что это прикольно, когда она свежего помола. Так. Ну, проверим, как она тут у нас высыпается. О, класс! Прям порошок получился мельчайший. Я сомневался, кстати. Я думал, что она будет стружками натираться, и это будет похоже на тертый карандаш на терке. Но нет, знаете, очень симпатично. Выглядит очень мелкая такая. И, в общем-то, ее можно даже в кофе добавить будет легко, или в какой-нибудь пирог. Класс! Класс, друзья! Еще один прикольный предмет, который попал мне в руки. Я прямо радуюсь. Терка замечательно справилась со всеми поставленными задачами. Мы натерли и шоколад, и пармезан, и мускатный орех, и даже палочку корицы. И все получилось замечательно. Какие у нас здесь есть плюсы? То, что все собирается в резервуар. Терку удобно держать. Она как раз по размеру руки моей подходит. И вот еще то, о чем я не говорил заранее, даже не заметил. Тут у нас есть мерник, и на нем изображены некие риски, не написано миллилитры, и чашки. Минусов особенных я здесь не заметил. Чем она лучше обычной терки? Ну да, тем, что она у нас собирает все в резервуар. То есть на обычной терке, если мы трем с вами мускатный орех, то у нас просыпается кот на доску, надо будет его собирать. Вот, а тут получается более-менее удобно. По итогу, ребята, терка мне очень понравилась, и я ее обязательно для себя оставлю. Очень удобная штука. Рекомендую. Я продолжаю стоять на защите ваших домов от захламления, но вынужден признать, что какие-то кухонные гаджеты все-таки стоит домой приобрести, потому что вместе с ними получается готовить проще, иногда симпатичнее, иногда даже лучше, чем мы уже умеем. Постарайтесь не торопиться с выбором этих самых предметов для кухни. Смотрите мои обзоры, узнавайте новое, и покупайте домой только то, что вам необходимо. Все, всем пока!